Жаркая погода и отсутствие осадков, помимо прочего, способствуют возникновению природных пожаров в лесах. Тем не менее, якутским огнеборцам все же удается сохранять обстановку под контролем. Но зной и грозы продолжают ежедневно добавлять работу пожарным. Виталий Абрамов продолжит тему. По последним данным, на территории республики горят 62 лесных пожара, из которых 8 находятся в зоне обслуживания с общей площадью 160 гектаров. Стихия наблюдается в основном на территориях Намского, Уссалданского, Таттинского, Вилюйского и Кобяйского улусов. На тушение огня задействовано порядка 250 человек. А по поводу еще пяти десятков очагов, их пока решено оставить на контроле, так как они находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов, куда даже на авиации затруднительно долететь. С учетом, значит, мы должны рассчитать, насколько такие термоточки требуют больших расходов. С учетом вот этих расходов на проведение тушения, привлечение сил, транспортные расходы и так далее, и урон лесному фонду, все это учитывается. После этого только принимается решение комиссии чрезвычайным ситуациям республики, правительства республики. Все эти термоточки находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. В случае же ухудшения ситуации власти готовы запросить помощи у Федеральной лесоохраны и у МЧС. Мы ведем постоянно мониторинг состояния атмосферного воздуха во всех населенных пунктах республики. У нас работает 6 стационарных, из них 6 стационарных и порядка 20 передвижных лабораторий. Постоянно получаем данные о состоянии воздуха. В настоящий момент задымленности в населенных пунктах не отмечено. Таким образом можно сказать, что ситуация с лесными пожарами в целом под контролем. Однако погода совсем не радует огнеборцев. В ближайшие две недели каких-либо значительных осадков на территориях горимых лусов не прогнозируется. И пожарные просят граждан быть предельно осторожными с огнем и немедленно сообщать об обнаруженных очагах возгорания. Это Ле Абрамов, Владимир Таюрский, НОКСАХА, Якутск.